Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Никто не написал. Ой, обсмеешься. Причем я так припарковала, потому что впереди машина стояла ни впереди, ни сзади. То есть посередине двух парковочных мест. Но я припарковалась спереди, немного заняв. В общем, бред сивой кобылы. Ладно. Буду гулять. Сейчас пойду пешком в магазин Валькампус хожу. Знаете, не что-то там покупать, а просто чтобы жирами потрясти. Потому что для Чарли жарко уже ходить. А мне в самый раз. Вот такие вот у нас. Вот такое вот у нас утро. Смотрите, у нас тут все как отстроило. Это буквально за два последних года. В общем, что я вам могу хочу сказать. Шла-шла я в Лидл. Значит, шла-шла. Та-дам! Я стала мальчиком. Но мне так понравилось. Вот она стригла, стригла. В общем, начнем сначала. Эту парикмахерскую я давно хотела. Она тоже очень хорошая. Хорошие отзывы. Вот. И шла мимо. Думаю, дай-ка зайду. Мне эти уже кудри. Я сегодня встала. У меня тут-там, тут-туда. Кудри я очень люблю. Мне кудри очень нравятся. Но мои кудри, это показатель, что их нужно же отстригать. Потому что волос не уложишь ни в какую. Он сам по себе живет. Волос. Волосы сами по себе живут. Они... Туда вот я даже вчера монтируя. Вроде бы причесала. Все сделала. Но на видео это вообще ужас какой-то. Здесь что-то не поймите. Что? Там не поймите чего. А кудри сами по себе мне очень нравятся. Но не на мне. Вот. Поэтому шла мимо. О, боже, как прохладненько. Как хорошо. Это парикмахерская. Думаю, будет мне показатель. Зайду. Если нужно записываться, то я нифига не подстригутся. Если не нужно записываться, то пускай меня стрягут. Потому что там постоянно по записи. Я пару раз заходила. Ой, нет, на завтра. Я так не люблю. Если я захотела, мне нужно сейчас. И вот именно сейчас. Я зашла. Говорю, подстричься. Она. Это. А, ну я говорю, на запись надо. Она. Сейчас пойду спрошу. В общем, говорит, тебе подождать надо немножко. Я говорю, ну блин, подожду. Сколько немножко? Ну минут 10. А, ну нормально. Она мне сразу голову помыла. Вот. Хотела втюхать маску. Хираску. Я говорю, зачем мне маска, говорю, если я все это отстригать буду. Тем более у меня у своих масок похера. Я никогда не говорю в парикмахерских, что я парикмахер. Ну, чтобы не нервировать. Чтобы вообще зачем. Просто сижу и анализирую. Вот. И, в общем, начала она меня стричь. Стричь, стричь, стричь этой машинкой. Я думаю, узнаете, что будет пипец. Подкрался незаметно, потому что там прям вообще ужас. Ну, мы сейчас вообще без волоков там. Как видео снимать буду. Но. Я главное ей сказала, чтобы она вверху. Мне не очень много стрилов. Машины едут. В общем, мне еще нужно вот тут немножко доделать. Но я уже ничего не стала ей говорить. Это вареным. Я вообще лысый остаюсь. Вот такие вот дела. Так что пишите в комментариях. Нравится, не нравится. Ну, в принципе, главное, что мне нравится. Там, как говорится, люди привыкнут. Да? Потому что я же сама себя в зеркало каждый день смотрю. Мне очень нравится. А сзади вообще супер. Я даже не ожидала. Представляете? Вот так. Я просто вчера тоже на пляже была. Это какой-то ужас на голове. Вот я уже сюда шла до магазинов. Сейчас пойду. Дойду, да. Вот там у нас есть магазин для животных. Нужно все-таки посмотреть для Чарли. Ошейник от блох и от всяких. Ну, и зайду в Киаби тогда. Вообще, я сегодня опухла. Мы вчера так много всяких жидкостей выпили. И арбуз. И сегодня чувствую, что я вся опухшая. То есть на ночь мне нельзя. Много жидкости. В себя впихивать. Ой, я довольна. В принципе, знаете, я уже сидела, когда она меня стригла. Думаю, все, ну ладно, волосы отрастут. Через две недели у меня опять они вырастут. Но потом она мне понравилась. Конечно, дороговато. За 18 евро меня просто подстригли. Может быть, кому-то это покажется не очень дорого. Но у нас стригут 10, 15, 18. Это вот уже хорошо так. Вот. Цены на ошейник такие же, как и в моей клинике. Ну, в Чарлиной, скорее всего. Поэтому я лучше поддержу клинику. И куплю там. Ну, проверенный я всегда, в принципе, там покупала. Постоянно просто это. Ну, цены сравнить друг подешевле. Это у нас Киаби. Будем смотреть сейчас. Что-нибудь тут может найду. Ну, в принципе, ничего не надо. Так зырки попялить. Зашла в Корифор. Купила там себе творог и курицу. И была приятно удивлена тем, что там стоит бойлер. Да, называется, с водой. Представляете, можно налить себе воды холодной и попить. Я как раз шла и думала, блин, вот что-нибудь глотно. Уже высматривала, чтобы купить. А там, гляжу, все воду наливают. Вот, обалдеть. Надо же. С стаканчиком воды прям холоднее. Я вообще не люблю холодную воду. Я и не напиваюсь. Но пока буду идти, она прогреется. С картиком классно. Хорошая идея вот так. В жару. И все люди наливают воду, пьют. Я уже все управилась. Купила футболку мужу обычную. Ну, как обычно. Ну, сейчас приду, ха покажу. И все. Нагулялась, главное. Встретила кучу знакомых. Там поболтала, тут поболтала. Теперь домой иду. Готовить, кушать. Я уже пришла домой. Уже буду готовить сейчас. В принципе, себе-то я не буду готовить. У меня есть еще вот запеканочка, которую я делала. Икру кабачковую заморскую сделала. Вчера, что ли, или позавчера, уже не помню. А мужу буду делать. Я купила бедрышки без костей. Я их уже порезала. Сейчас я сюда добавлю пол лимона. Так, прям выжимаем. Выжимаем косточки, потом вытащу. Так вот, смачненько выжимаем его, лимончик. И разные специи. У меня вот чеснок сухой. Чесночком так его сдобрим. Потом у меня черный молотый перец. Тоже по туда его. И есть вот такой вот для курицы. Приправы. Тоже туда его. И оставляем все это мариноваться. Ну, минут 15-20, полчаса. Сколько у вас есть времени. Потом начищу много-много чеснока. Может быть, зубчиков 5. Ну, для такой порции это много. Здесь мало, в принципе, мяса. Вот. Обжарю чесночок. И потом мясо с чесноком. Будет вкусняшка вот такая. Вот такую обычную я. Майка, не майка, как это назвать. С воротником. В общем, сделан как под рубашку. Вроде бы такое, знаете, качество, как здесь говорят, фрискиту. Прохладное. Что это? Это Киаби. Так, состав. Я даже не посмотрела. А, 63% хлопок. Ну, нормальный состав, я так думаю. Так что, вот так вот. Обновочка. Но не мне. Стоило 9 евро. 18, 50% скидка. Так что, вот так. Модный будет. Полосатый рейс. Нарезала чесночок. И вот начинаю обжаривать. Мою курочку. Курочка по енышку. Да, так, так. Запах идет неимоверный. Ну что, я так накупала. Так, а что ты не едешь? Курочка не включила. Вообще. Прям вот сегодня я накупалась. Не загорало ничего. Волны обалденные. Даже если бы они были чуть-чуть больше, было бы вообще классно. Я обожаю кататься на волнах. И вот такие вот волны, как сегодня. Теплая вода. Без медуз. О, лафа. Целый час, наверное, в воде ныряла. Как маленькая. Потом набежало много народу. И все катались на волнах. Классно. Еще народ прям подходит. Сейчас вообще они все в шесть почему-то приходят на пляж. А я в семь уже домой. Еду на сегодня пораньше. Потому что я сегодня же курицу купила немного там. И вчера ночью надумала делать плов. Ну, так как чухнулась. И у меня морковки нету. Представляете? Еду сейчас в Альканку за морковкой, чтобы купить и сделать плов. Что-то мне так загорелось. Вчера мы вся теку. Я в душ. В душ приходи. Ходила, душ принимала. Вчера что-то разговаривали. Гуля говорила, что она там плов делала. Прям. И мне так захотелось. Так что и еду за морковкой. Лук-то есть. А морковки-то и нету. Потом надо с Чарли еще погулять. Время, кстати, около семи. Ой, лафа вообще. Я что-то дома лежала, 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 лежала. Думаю, что лежать-то? Пойду я на море. Иначе когда я схожу? Никогда. Надо ходить, надо купаться. И правильно сделала. А, даже не то, что надо, А то, что морковку надо купить, все равно ехать в магазин. Ну, я говорю, заодно тогда и позагораю. Так, что вы проходите или что? Вот, видите, все только на пляж идут. Так вот у нас тут. Здесь дорогу почистили. Видимо, почистили ее вот этим вот. И вся дорога такая. И едешь как... Как по стиральной доске. Помните, в этом... Давным-давно, в недалеком прошлом, были стиральные доски. Так вот. Они прям текут, так прям хорошо. Что это не пот, а вода. И вот так тоже, тоже. Едешь по стиральной доске. Вообще все. Магазин. Купила два авокадо вот таких. Искала вообще гвакамолин. Что-то не нашла и решила сама его сделать. Вот. Мне в баре вот однажды, я не знаю, вам показывала, не показывала. По-моему, показываю. Две недели назад. Там нам на тапу дали такую гренку. И на ней гвакамоле было. И анчоус. И вот я решила это повторить. Сделаю гвакамоли. Вот. И вот это вот анчоусы. Взяла на пробу. Вот это подороже. Ну, даже одна штука дороже. И вот это подешевле. Качество, посмотрите. Это алькамповское качество. Анчоусы, это килька сушеная-вяленая. Вот, видите, в масле. Так что посмотрим. Посмотрим, если это и это одинаково, можно покупать. Вот она стоит 50... Вот это 59 копеек центов. Одна баночка 60 копеек. А это стоит 3 евро. То есть по евро каждый. 3 евро. Вот это вот целое. Вот. Гвакамоле у нас стоит... Ой, гвакамоле. Авокадо стоит. Она только здоровая. Так, а почем они у нас вышли-то? Вот на 3 евро вышло 2 штуки. И взяла вот такие вот эти. Сливы. Сливы у нас были по предложению. Евро 19 килограмм. Ну и морковку на плов. Сейчас пойду с Чарли гулять. Сил что-то не очень. Но надо бы погулять с ним. Компот варится. Вот эти начали пропадать. А у меня еще был чернослив. Вот решила компотик варить. А тут мяско на плов. Это курица. Бедрышки курины без кости. Ну, которые сегодня я делала. Порезала здесь морковка, лук. Вот. И рис будет. Будет такая вкусняшка у меня на завтра с гаспачо. Так что. Пошеварю. Я сегодня в дождь сходила. Четыре раза. Представляете? Вообще. И еще, мне кажется, это не последний раз. Поэтому с коротким волосом. Так классно. А прям холодной водой. Вообще не включая даже горячий. Вот так. Так классно. Вентиляторы у нас сегодня не перестают. Ну, вот как мы пришли домой. Чарли там тоже под вентилятором. Не дурак. Я даже его на улицу выводить. А он не хотел на улицу. Он такой понял, что на улицу. Такой раз назад. Я говорю, нет, пойдем гулять. Я сегодня не гулял. Почти не рада. Потому что мы утром вышли. Начали стрелять. Я буквально через 10 минут пришлось обратно возвращаться домой. Прогулка такая была. Ладно, буду готовить. Посмотрим, что тут и так. Получится. Получится. Ну, вкусно, как всегда. Не видно, но плов почти сварился. Я поменяла все белье постельное. Это у меня на завтра еще одна стирка. Стирается. На завтра еще одна стирка. В общем, я хотела, знаете, что? К соседям посмотреть. Сейчас с вами посмотрю. У нас вот эти соседи. Они на выходных там жарили барбекю. И все на свете делали. Я типа такая поднималась, знаете. Ой, у нас облачность какая-то. И в общем, подглядывала за ними. Типа такая я. Блин, кактус вообще сгорает. Я его поливала, но он... Смотрите, он у меня тут сгорает. Это не от того, что воды не хватает. А просто здесь очень жарко. Если я его не в угол поставлю, то он падает постоянно. Вот. И они, короче, веселились. Смотрите, у нас какая погода. Офигеть. Ну, так прохладно, так хорошо. Дома вентиляторы херашат. Буду с вами прощаться до завтра. Вот на такой нотке. Ну, надо же. Пасмурно. Может, дождь ливанет. Грязевой. Машина чистая. Так что встретимся с вами завтра. Ой, как хорошо. Всего вам самого лучшего. Всем пока-пока до завтра. Соседи. О, никакого следа и нет. Что их пребывание. Пока.